Павлодарская область завершает формирование стабилизационного фонда. Уже подписаны меморандумы с крупными овощеводческими хозяйствами региона на поставку качественной продукции по низким ценам. К слову, в этом году на полях Павлодарской области удалось собрать рекордный урожай картофеля и моркови. Часть продукции экспортируют в Российскую Федерацию. На полях Черноярского орошаемого массива завершили уборки капусты, свеклы и картофеля. В ближайшие дни овощеводы уберут и морковь. Эта овощная культура в этом году дала небывалый урожай в крестьянском хозяйстве на реман. Число наинтых сезонных рабочих нынче увеличили вдвое. На сегодняшний день урожайность морковки с гектара где-то берем 40-50 тонн. С гектара берем, заложили в хранилище в пределах тоже тысячи тонн моркови. Ну и на статфонд вложение на область 200 тонн где-то делали. Несмотря на курс доллара, на сегодняшний день цена у нас в пределах 30-35 тенге мы реализуем морковь. Закладку овощей в стабилизационный фонд практически завершили. Более 10 тысяч тонн моркови, свеклы, капусты и картофеля начнут реализовывать по фиксированным ценам уже с 1 ноября. 20-процентная скидка коснется также лука, сахара и круп. На приобретение этих товаров из бюджета было выделено 57 миллионов тенге. Мы закупили 200 тонн лука, 300 тонн сахара и рис. И именно на сегодняшний день уже в социальных магазинах города, а также области реализуется удешевленный и сахар и рис. Лук будем реализовывать уже в зимний период, это уже во время скачка цен. Сейчас розничная цена на сахар в торговых точках областного центра составляет 200 тенге за килограмм. При этом со складов стабилизационного фонда продукция реализуется по 160 тенге. В торговых точках города окончательная цена на социальный сахар не превысит 180 тенге за килограмм. Такую цену на сладкий товар власти рассчитывают удержать до следующего лета. Ербул, Абишев, Армани Кубов, Марат Игриков, Павлодарская область, 24КЗ.